Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды и его ведущая Анна Ткаченко. По традиции в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах продукта. Сегодня это будет рыба линь. Но сначала о погоде на четверг, 8 августа. Международный день альфинизма. Отличный повод запланировать поход в горы. На юго-западе страны жителей Актау ожидает солнечный день без осадков. Температура воздуха в светлое время суток плюс 30-32 градуса. Ночью 23-25 выше нуля. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В одном из крупнейших индустриальных и культурных центров страны, городе Актобе, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Ночью плюс 13-15. В городе Атырау ожидается жаркий день без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 33-35 градусов. Ночью столбики термометров не превысят 23-25 градусов со знаком плюс. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В центре космических разработок в городе Байконур продолжается череда теплых, ясных дней без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса выше нуля. Ночью плюс 20-22. На побережье озера Балхаш в курортном городе солнечно. В светлое время суток плюс 29-31 градус. Ночью немного прохладнее. 20-22 со знаком плюс. Жители и гостей города Жисказган ожидают малооблачный день. Дневная температура воздуха достигнет 26-28 градусов тепла. Ночью значительно прохладнее. 19-21 со знаком плюс. В Караганде продолжается череда малооблачных дней. Температура воздуха днем плюс 24-26. Ночью 16-18 градусов тепла. В Кукшетау синоптики прогнозируют малооблачный день без осадков. Температура воздуха в дневное время суток достигнет отметки 23-25 градусов тепла. Ночью плюс 13-15. В Костанае жители города также ожидают нежаркий дождливый день. В светлое время суток воздух прогреется до 22-24 градусов. Ночью будет 15-17 тепла. У берегов реки Сырдарья в городе Казаларде солнечно. Температура воздуха днем плюс 31-33 градуса. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс. На северо-востоке страны в городе Павлодар ожидается дождь. Дневная температура воздуха не превысит 25-27 градусов. Ночью плюс 17-19. В Петропавловске прогнозируется пасмурный день. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов со знаком плюс. Темное время суток плюс 15-17. Над рекой Иртыш в городе Семей погода будет солнечной. Столбики термометра днем покажут 29-31 градус тепла. Ночью плюс 16-18. В предгориях Джунгарского Алатау в городе Талдыкурган синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Температура воздуха днем плюс 33-35 градусов. Ночью столбики термометров покажут 21-23 тепла. В Таразе ожидается жаркий день. Днем плюс 34-36 градусов. В ночное время суток 20-22 тепла. Ультрафиолетовый индекс высокий. В казахстанской магнитке в городе Тимиртау переменная облачность. Возможен дождь. Днем плюс 25-27 градусов. Ночью 17-19 со знаком плюс. В Туркестане летняя жара. Не облачко на небе. Днем плюс 35-37 градусов. Ночью 20-22 тепла. Ультрафиолетовый индекс высокий. Жителей города Уральск ждет очередной теплый солнечный день. Днем плюс 29-31 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 18-20 тепла. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В Усть-Каменогорске по прогнозам синоптиков ожидается пасмурный день. В светлое время суток температура воздуха прогреется до 26-28 градусов тепла. Ночью плюс 17-19. Показатели геомагнитного поля в пределах нормы. В городе республиканского значения Шумкент ясно, без остатков. Днем столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов. Темное время суток 18-20 со знаком плюс. В Экибастузе ожидается малооблачный день. Возможны осадки в виде дождя. Днем плюс 18-20 градусов. Ночью синоптики прогнозируют 13-15 градусов выше нуля. Алматинцы порадуются летнему дождику. Температура воздуха днем плюс 36-38 градусов. Ночью 20-22 выше нуля. Геомагнитное поле без возмущений. Столица нашей страны, городе Нур-Султан, в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем плюс 20-22 градуса. Ночью 8-10 тепла. Летняя жара – это хороший повод отправиться на рыбалку. И даже если дела не отпускают, порадуйте себя и своих близких свежей рыбой. Рыба августа называется линь. Эта рыба является одним из немногих продуктов, который содержит высококачественный белок, в составе которого есть незаменимые аминокислоты. Врачи настоятельно рекомендуют употреблять в пищу линя людям, которые жалуются на плохую работу желудка, либо на проблемы с щитовидной железой. Прогноз погоды провела для вас выпускница Казахстанской медиа-академии Анна Ткаченко. Будьте здоровы и любимы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня».